Слава Богу, братья и сестры! Псалом был пропет, что, а год уйдет, и больше не вернется. И такой год уже не повторится. Этот 17-й начинается, 16-й год уже не повторится. Уже он ушел, и сегодня как бы последняя остановка, да? Немножко. И, знаете, я смотрю, жизнь наша так летит. Иногда мы останавливаемся, да, от года к году останавливаемся, и так вспоминаем, смотрим. И опять Новый год, новые заботы, новая суета нас движет вперед. Вот, знаете, мы планировали, да, за благовремя, но объявляли, будем встречать Новый год, договаривались, когда мы будем, как мы будем это делать. И многие люди это делали, но не всем пришлось его встречать, этот год. не всем пришлось встречать. Как-то прошлый год, я вспоминаю так, анализируя, немного, знаете, в феврале месяце прошлого года, и вообще прошлый год был такой, как сказать, насыщенный всякими событиями. И в феврале мы собирались ехать к родителям, уже все спланировано было, у них было 55 лет, как они жили совместно с жизнью, уже все было, планировали собираться, и тут неожиданно сообщают, что отец умер. Планы поменялись. У Бога другие планы. И, знаете, жизнь наша, она очень быстро идет. И мы планируем. У нас есть планы, бывает, знаете, в Союзе как-то планировали на 5 лет, да, пятилетки. Кто помнит это? Я не знаю, старшие люди помнят, наверное. Пятилетка было количество, да, а потом пятилетка качества. И они такие лозунги выдвигали, пятилетки. На 5 лет планировали вперед. Но, знаете, иногда люди не доживают. Я сегодня, перед тем, как идти на служение, мой брат позвонил, говорит, вот в прошлый год, я говорю, мы моего отца хоронили, ну, и брата же моего, а сегодня он позвонил, говорит, от моей жены отец не дожил два дня до Нового года, умер. Ну, и, естественно, они уже похороны делают. Я помню, на похоронах моего отца был мой дядя, приезжал, еще такой здоровый, двигался, а сегодня, говорят, он уже при смерти, он уже в эмерженции, уже проблема, говорят, не знают, если он две недели проживет. Такая жизнь наша. Я говорю это, потому, что мы все на пути, и вот очень важно, чтобы в жизни нашей, как вот брат Петя говорил, нам слышать Божий голос и исполнять его в нашей жизни. Сегодня это последнее служение нашей общения, я думаю, очень важно, чтобы мы проверяли свою жизнь, анализировали. Слово Божие говорит, что иногда нам нужно делать остановки в жизни. И я смотрю, вот, на Новый год, как вроде бы вся суета идет, идет, и на Новый год, как вроде бы все затихает. Вот как вроде бы какая-то остановка, остановка, и люди как вроде бы останавливаются, и бизнеса бывает останавливаются на, как они называют, инвентаризации, или как по-английски, да, инвентарии делают, да, инвентарии делают, все проверяют, подсчитывают, как у них прошел год, даже бизнеса закрывают. Знаете, очень важно в нам жизни, чтобы нам проверять свою жизнь, проверять себя, проверять, действительно ли мы слышим голос Божий, идем по нему, действительно ли мы на правильном пути, действительно ли мы делаем то, что Богу угодно, нашему, и знаете, я смотрю, или совпадение, или, может быть, как это получается, вот, буквально перед этим Новым годом, очень много людей уж уходит в вечность, очень многие, одну сестру, я знаю еще из Эстонии, мы вместе служили Богу, она всего на несколько лет старше меня, заболела, и вот пару месяцев ее нету, нету, похоронили, как раз вот на Новый год там в Сакраменто, в Ифании, в Церкви похорон хоронят, вот, кто знает, Кузьменковых, это и ихних, всех их родственников, и получается, что жизнь наша, она временна, и я думаю, почему братья вначале избрали вот такой псалом, как вроде бы на похорон его поют, да, а год уйдет, и больше не вернется, и жизнь наша уходит, и больше не возвратится в наше время, и этот шанс, который Бог дает нам, он не вернется, и мы блаженны, если мы используем его сегодня, знаете, очень многие полагают свои планы на завтра, на следующий год, я исправлю, я сделаю, я поменяю, вот в следующем году я начну делать, я начну Библию читать, я начну в церковь ходить, я начну в хор ходить, я начну еще что-то делать, братья и сестры, очень часто это не случается, очень часто этого не получается, очень важно, чтобы в нашей жизни мы делали сегодня то, что мы можем делать, очень важно не откладывать на завтра, знаете, завтра, может быть, не придет, и я хотел бы, конечно, чтобы мы сегодня, находясь вот уже в преддверии Нового года, уже многие отъедут, слышат уже говорят, Новая Зеландия встретили Новый год, Австралия уже, уже многие страны уже встретили Новый год, уже он идет, хочем мы его встречать, не хочем, мы его не сможем остановить, это время, оно идет, очень быстро, написано, и мы летим, и мы летим, вместе с этими днями, годами, но сегодня есть время, когда мы можем подумать, поразмыслить, проверить себя, есть такой псалом, мы поем примиритесь, друзья, примиритесь, да, в Новый день не несите вражду, ради Бога друг друга простите, вот такие слова, примиритесь, не несите в Новый год то, что можно сегодня оставить, очень важно, и я своей стороной тоже, обходя, проверяя этот год, может быть, не все удалось сделать, можно было бы что-то больше сделать, можно было что-то по-другому сделать, но уже его не вернешь, одно, что мы можем сделать сегодня, вот этот год, это наладить отношения, примириться, может быть, кому-то нужно поизвиняться, попросить прощения, может быть, кого-то нужно что-то поправить, в наших отношениях очень важно, чтобы жизнь наша, она была приятна Богу, да благословит нас Бог. Я хотел бы еще сегодня поговорить немножко, уже время, конечно, уходит, но постараюсь быстро поговорить об одном месте Священного Писания, брат Петя отчасти говорил именно об этой ситуации, и я хотел бы обратить внимание на 17-ю главу Исход, здесь говорится одно повествование, народ израильский, он проходил пустыню, проходил разные ситуации, он проходил хорошие места, проходил трудные, очень трудные места, где они томились с жаждой, голодом, и они, конечно, проявляли себя, проявляли свой характер, и вот они были в одном месте, это Рифадим, знаете, где народ израильский искушал Господа, они роптали на Моисея, роптали на Бога, не было пить воды, и вот Бог дал им воду из скалы, сказал Моисею, ты стань перед этой скалой, ударь, и будет много воды, и так получилось, но, когда они искушали Бога, написано, пришел Амалик, Амалик, об этом брат Петя говорил, Амалик, с которым Саул впоследствии тоже воевал, и вот они пришли воевать с Израилем, сообщили, что вот Амалик идет воевать с вами, Амалик идет воевать с народом израильским пустыню, он услышал, что народ вышел из Египта и идет в эту землю Ханаанскую, и Амалик вышел, чтобы воевать с народом израильским, и, конечно, это было большое такое для Израиля большая неприятность, они думали, как же это все будет, и вот что Моисей делает, Моисей сказал Иисусу, Иисусу Навину, выбери нам мужей и пойди, пойди, сразись с Амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жест Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как повелел ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей Иарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Арон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисуса Малика и народ его острие меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и налег имя ему Иегова Ниси, то есть Иегова, знамя мое, Бог есть знамя мое. И сказал он, рука на престоле Господа, и браню Господа против Амалика из рода в род. Вот было такое событие, да? Мы видим, пришли эти враги воевать с Израилем. И говорится раньше, что эти враги, они постоянно были ненавистны к Израилю. Написано, что те, которые отставали от стана израильского, знаете, народ шел, но некоторые отставали от слабых, может быть, люди, которые, может быть, не успели выйти вместе, они отставали и шли сзади. Написано, Амалик догонял и умерщвлял, поражал тех, которые отставали. И Бог, видя это, Он вознегодовал на этот народ, Амалик, и Он его, говорит, уничтожит. И Петя говорил именно о том, что Саул уже через много лет, он также имел эту войну с Амаликитянами. Я хотел бы обратить внимание именно на это событие, на Моисея. Моисей услышал об этом, и что он сделал? Он идет на гору. Моисей знал, что это не просто война плоти и крови, он знал, что это война духовная. И поэтому он пошел на гору. И Иисус Навин взял войско, взял воинов, отобрал отборных воинов, пошел сражаться. Но мы видим, Моисей знал, что победа сначала должна быть одержана там, на горе. Он знал, что эту победу нужно одержать на горе, и он вышел на эту гору. Написано «Жест Божий», он говорит «Будет со мною». И там он молился, он поднял руки, с поднятыми руками стоял на этой горе все время, когда Иисус Навин воевал с этими амеликитянами, и говорится о том, что руки его отяжелели. Я не знаю, сколько он был с поднятыми руками. Вроде бы, ну что здесь такого поднять руки и держать, вы пробовали? Поднять руки? Попробуйте, поднимите, подержите, хотя бы с полчаса руки. Я думаю, что время проходит, и они сами опускаются, да, опускаются. Так получилось с Моисея. Он поднял руки, это был муж Божий, он молился, стоял перед Богом с поднятыми руками, и написано, когда руки его были подняты, Иисус Навин побеждал, он побеждал этих врагов, но руки ослабевали, опускались, и тогда Ор и Арон поставили камень, Моисей сел на него, и они поддерживали эти руки, они держали эти руки, шло сражение, шли, шла война одна на горе, а одна шла в долине, и от этой войны, которую вел Иисус Навин, эта война зависела от той войны, которую вел Моисей на горе. Братья и сестры, очень важно иметь победу в молитве. Здесь говорится о том, что сила победы заключается в молитве. Самая большая победа – это молитва. С этой победы начинается вся наша победа, братья и сестры. В этом примере говорится о том, что очень важно получить эту победу на коленях в молитве. Моисей это знал. Он знал, что для того, чтобы победить этого врага, непростого врага, он должен победить там, на холме. Он должен там, в молитве, победить этих духов злобы поднебесной. Он знал, с кем у него вражда. Он знал, что это вражда с этими князем амаликитян, князем злобы, князем, который предводительствует этим войском, который привел это войско против народа Божьего. Это была война, и Моисей сражался там на горе. Он получал эту победу. Братья и сестры, иногда мы видим в нашей жизни, что что-то происходит, мы стараемся что-то сделать, но победа наша на горе. Победа наша именно там в молитве, в молитве с Богом, вот там мы должны побеждать, вот там мы должны получить эту победу, потому что эти все физические враги, они ничего не стоят, если победа получена там, в молитве. Очень важно, братья и сестры, и я хотел бы обратить еще внимание, что Моисей сам не мог одержать этой победы, Моисей не мог свои руки держать, Моисей не мог сам одолеть этих врагов, ему нужна была поддержка, ему нужна была молитвенная поддержка, и это было в лице Ора и Иорона. Они поддерживали Моисея, они все время, весь этот день, до захождения солнца, солнце пекло, Моисею было 80 лет на то время, и он стоял целый день с поднятыми руками в борьбе, в этой сильной битве с этими врагами духов злобы поднебесной, и эти люди, которые были рядом с ним, они его поддерживали. Братья и сестры, очень важно в нашей жизни, в жизни церкви иметь вот эти победы духовные, иметь эти молитвы, которые побеждают. И мы видим, что Моисей понимал, что победа от Господа. Он говорит, что этот жезл Божий, он будет в моей руке, и я там буду. Этим жезлом Моисей делал много чудес. Он в Египте очень много чудес и знамений делал, море расступалось. Когда этим жезлом ударил по морю, когда он ударил скалу, вода потекла. Но в этой ситуации жезл был в его руках, но ему нужно было сражаться. Ему нужно было сражаться с этими духами в молитве. И молитва это было самое сильное оружие, которое принесло победу народу израильскому. Слава Богу! Братья и сестры, это для нас большой пример. Мы знаем и видим с историей также, что очень многие пробуждения начинались именно с усиленной молитвы, с усиленной молитвы, с постом. Когда вы читали, может быть, книгу Эрла Штегина, где начинается, говорится, что пробуждение начинается с меня, да? И там пишется о том, что они начали с молитвы, они начали собираться в этом сарае, начали собираться с молитвы, и этот огонь загорелся, загорелся, и мне нужно было приглашать людей, и мне нужно было звать людей туда, люди сами начали бежать туда, они услышали, они поняли, Дух Божий их туда приводил. Братья и сестры, я хотел бы сегодня, к концу этого года обратить наше внимание на вот эту большую силу, которая заключается в молитве. В молитве это есть большая сила. И сегодня для церкви, для того, чтобы церковь имела победы, для того, чтобы церковь могла еще свидетельствовать в этом мире, нам нужно оценить это большое оружие молитвы, молитвы, непрестанной молитвы. И очень важно, чтобы в нашей жизни мы верили этому, что в молитве есть наша сила. Написано Матвея, 18 глава, 19 стишок, «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Слава Богу! Братья и сестры, это есть обещание Иисуса Христа. Он говорит, что если двое или трое согласятся на земле, просите о всяком деле, верьте, что получите, верьте, будет вам. Очень важно эта молитва согласия. Молитва согласия. Это есть сила, это есть то, что сегодня так необходимо церкви. Да, хорошо пение, очень хорошо, это слава Богу, этим мы прославляем Господа. Хорошо, другие всякие служения, но, братья и сестры, молитва, это есть залог всего, это есть ключ победы, это есть начало пробуждения. В Англии, когда было большое пробуждение, оно началось с сильной молитвы, этого мужа Божьего, через которого произошло это пробуждение, которое охватило не только Англию, но большую часть мира. И сотни тысяч людей обратились к Богу, люди приходили, прибегали, каялись, но предшествовала молитва, усиленная молитва. И сегодня я думаю, что для нас сегодня это есть этот ключ, который открывает все возможности это молитва. Да благословит Бог сегодня каждого из нас. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание именно еще на один момент, который говорится именно в этом примере Моисея, когда они получили эту большую победу над Амаликом, И здесь написано, что Моисей устроил жертвенник. После этой победы Моисей ни слова не сказал, что эта его победа была на горе. Он ничего не сказал. Он знал, что победа была за Богом. Он знал, что вся победа принадлежит Богу. Вся слава принадлежит Богу. И здесь написано, он устроил жертвенник сразу после этой победы. Это 15-й стишок. И устроил Моисей жертвенник и налег имя ему и его ваниси. Господь знамя моё. Слава Богу. Братья и сестры, это есть залог победы. Всякий раз, когда мы получаем победу, Иисус Христос говорил в Иоанна 14-й глава 13-й стишка. И если чего попросите у Отца во имя моё, то сделаю. Если чего попросите у Отца во имя моё, то сделаю. И дальше обратите внимание, да прославится Отец в Сыне. Слава Богу. Да прославится Отец в Сыне. Если в нас будет правильное желание, если в нас будет правильное направления, в нашей молитве, если мы будем искать славы Богу, то написано, если чего не попросите, у Отца во имя Мое даст вам, да прославится ни Иван, ни Леня, ни никто другой, да прославится Отец в Сыне, да прославится Отец в Сыне, слава Богу, да благословит Господь каждого из нас, братья и сестры, и очень важно, чтобы мы поняли этот важный секрет победы. Я хотел бы, чтобы в этом году в нашей церкви мы имели победы, а именно в чем победы, чтобы Господь прославился еще в многих спасаемых людях, чтобы Бог прославился на этом месте, чтобы еще многим Он открылся, чтобы на этом месте еще многие услышали о Божьем имени, не о том, что мы такие хорошие, чтобы многие люди услышали о Его имени и прославили Его имя Святое на этом месте. Это мое желание, чтобы наша церковь, наше желание было о том, чтобы нам прославить имя нашего Господа. И залог этого это наша молитва, совместная молитва. И апостол Павел очень часто обращался к ученикам, обращался к церквям именно о том, чтобы молились и о нем. И вот в 15 главе к римлянам он говорит такое слово в 30 стишке, «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим и Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Апостол Павел постоянно нуждался в этих молитвах. Он постоянно нуждался, говорит, «Прошу, умоляю, умоляю вас подвязаться со мною в молитвах к Богу». Подвязаться. Если мы получаем победу в молитвах, это есть самая большая победа. Это есть та победа, которую сегодня нам необходимо. Да благословит Бог сегодня каждого из нас. Мы будем идти уже к молитве. Я еще прочитаю одно место. Апостол пишет Петр в 3-й главе. 3-й главе с 8-го стишка здесь оставил такое пожелание. «Наконец, братья, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Не воздавайте злом за зло, не ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Это очень хорошие слова, как бы пожелания о том, что мы должны благословлять друг друга. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык своего зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитвам их. Очи Господа обращены к праведным и уши его обращены к молитвам, чтобы слышать. Но лице Господа против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителем и доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постижены порицающие ваше доброе житие во Христе. «Ибо если угодно воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Слава Богу, братья и сестры, это такое наставление апостол Петр оставлял в церкви. И очень важно, чтобы в нашей жизни мы тоже стремились к этому же. Мы будем уже идти к молитве, будем прославлять нашего Господа благодарить, благословлять друг друга именем Господнем. И я думаю, сегодня еще есть пару часов мы имеем это прекрасное время общения. И если может быть у нас есть что-то сказать друг другу, может быть что-то еще есть, давайте не будем нести его в Новый год, оставим его, разрешим, могут быть в семье какие-нибудь неполадки. Сегодня есть возможность сказать друг другу прости, я люблю тебя, или еще что-то наладить. Это есть еще одна возможность, когда мы можем это сделать, пока мы еще на пути. Пускай Бог благословит, мы будем идти к молитве и я думаю, что очень хорошо и важно нам благословлять друг друга. Мы встанем давайте все на ноги, я попросил бы наших якунов, вы подойдите сюда, мы будем молиться перед этой молитвой, давайте мы благословим друг друга, благословим друг друга, можете рядом один другого, муж жена взять за руку, благословить друг друга, положите руку на детей своих, благословите на ближних, и мы благословим, как написано, так благословляйте сынов Израилева, хотя мы не есть этим народом, как один брат говорит, мы ж не евреи, но благословение Божие, написано, мы есть семья Аврагамова, и наследники, поэтому давайте благословим один другого этими словами, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит Господь на тебя светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир, написано так благословляйте, призывайте имя Господне друг на друга и Бог благословит нас. ГОВОСТЬ ГОВОСТЬ ГОВОСТЬ